Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Восточный ветер 2. Наступили летние каникулы, и Мика возвращается в Кальденбах в тревоге за своего вороного друга Оствинда. В поместье бабушки тоже не всё гладко. Кальденбах на гради банкротства, и единственный шанс спасти его от разорения – принять участие в очередном турнире. Также Мике придётся выяснить, откуда у Оствинда странные шрамы, узнать, кто такая Тридцать Третья, и пойти на сделку с незнакомцем, утверждающим, что он может помочь девушке выиграть турнир. Рождённый в пехах. Издавна в Аравии ходили легенды о волшебных конях, будто бы рождённых из песка, ночного неба и вольного ветра. Встретить такого коня – невероятная удача, редко выпадающая на долю смертного. Они обитают в самом сердце бескрайней пустыни и избегают людей, но… Однажды маленькая Нира потерялась в безлюдной аравийской глуши. Девочка была бы обречена на гибель, если бы не встреча с загадочным вороным жеребёнком, названным ею Шатаном, который помогает ей выжить и найти дорогу домой. Чёрный красавец становится самым близким другом Нира, но сможет ли она удержать его при себе, когда вернётся к отцу? Ведь если верить легендам, такие как Шатан не могут жить среди людей. Их дом – вольная пустыня, их судьба – быть свободными. Фаврид. Америка 30-х. Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастье на ипподроме. Ставки невысоки, но их много. На местном ипподроме появляется тёмная лошадка. Маленькая, кряжистая и кажется негодная для гонок. Её жокей – Рэд Поллард, слеплющий чемпион по боксу, в суперлёгком весе. Её тренер – Том Смит, бывший церковный силач по кличке Разрушитель Мустангов. А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек – военного адмирала. И добиться титула «Лучшая лошадь» 1938 года. Пикапи. Когда Тоби принимают на работу в конюшню, в которой содержится флика, то дочь владельца конюшни быстро находит подход к этой дикой лошади. Будучи хорошей наездницей, она надеется объездить лошадь и подготовить её к предстоящим соревнованиям. Однако конкурирующий тренер пытается отобрать у них конюшню. И Тоби делает всё возможное, чтобы спасти положение. Мустанг. И потом, на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, всё равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга. Лето в феврале. Фильм расскажет про двух художников, которые не могли поделить одну женщину. События развиваются в провинциальном Корнуэле накануне Первой мировой войны. Джек. Покоритель великанов. 2013 года. История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий мир между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в царство гигантов в надежде спасти девушку. Моя красная звезда. В результате семейной трагедии, Луиз вынуждена жить со своим отцом на лошадиной ферме, где она провела своё детство. Превосходя все невзгоды и трудности, Луиз намерена стоять до конца и бороться за запасение фермы и своей любимицы, лошади Маркизы. Хоббит. Неожиданное путешествие. 2012 года. Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с Хоббитом налаживает контакт волшебник Гендальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании 13 гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубощитом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok